Доброе утро, друзья! Сегодня еще одна история, которая еще будет развиваться. Это история не на один год на восстановление ребенка, но первые положительные результаты мы получили. И это был сложный случай. Хотя внешне он выглядел первоначально очень просто. К нам обратилась мама Жанар, сына ее Саши, 5 лет. И до полутора года мама пишет, что он развивался нормально. Потом у него проявилось отставание в развитии, полная задержка речевого развития. И ему поставили диагноз аутизм. И мама тоже связывала это дело с прививкой. На самом деле это был первый случай, когда с аутизмом мы вылетели из ДЦП. Мы уже вылетали с аутизмом, когда мы вылетели на поломки на уровень души. На большое количество сокрытой энергии злости, не выпущенной, транслирующейся именно с того уровня, на наш уровень, который надо было просто удалять. Которая транслировалась, соответственно, на маму. То есть вот эта агрессия, она бы в дальнейшем продолжала разрушать физическое тело, мозг и так далее. Более того, так как была поломка на уровне души, то какие-то ремонтные работы по программированию душа выполнять сама не могла. Я не буду рассказывать всю историю, что там было и как там кармически все это завязано. Если когда-нибудь мама Жанар захочет, она это сделает сама. Потому что у нее сохранятся все эти видео, которые мы передавали по работе. И всю историю она может восстановить сама. Мне это сделать сложно. Я не помню после работы, что мы делали. То есть мы работаем в слишком глубоких состояниях и как бы не в этой реальности, хотя удерживаем с ней связь. Дикие вещи. В случае с Сашей было еще усугубление состояния кармического тем, что ему давались медпрепараты на протяжении двух лет, которые подавляли его психику, его развитие. Это еще один такой момент, который просто сжал эту злость в высшем я и не давал ей вырваться и трансформироваться. Вот эта энергия, она просто рвала изнутри. То есть это еще наносило дополнительный вред. Ну что, я вам покажу фрагмент вот этой сумасшедшей работы с параллелями. В данном случае мы вышли в точку бифуркации, перешли в параллельную реальность, где у Саши есть здоровый вариант нейронов. И предложили сделать копию и вписать, чтобы быстрее пошло развитие мозга в этой жизни, вписать в текущую жизнь. Душа это сделать сама не могла в силу отсутствия опыта. Поэтому делали это все мы сами. Это была первая наша такая самостоятельная работа. Обычно ее выполняют сами души. И нам было интересно, будут ли изменения. Изменения последовали очень быстро. Менее двух недель прошло. Итак, вот фрагмент работы. Приложил, обрисовал, поднял. Приложил, обрисовал. Не так, как там, что с ОМОН, и все. А тут уже такое, по-другому идет. Только так, что это наша желание не было души. Там было желание души. Накладываю. 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 Быстрее. Угу. Идет сразу быстрее. Ну да, но не так быстро, как вот предыдущая. Ага. В шаблазе не надо, чтобы не тронять сейчас. Ага. Если там бы шаблаза задействовала, то тут она так смотрит просто. Хорошо. Все. Ну да, я уже просто позитиваю. Я уже просто позитиваю. Я уже просто позитиваю. Я уже просто позитиваю. И что сделаю, если там может восстановить. Это один фрагмент. Есть еще один фрагмент, когда прислала мама результаты. Первые, да. То есть на самом деле мы очень радуемся, когда у наших деток есть результаты. И вот мама прислала, как ее сынуля начал одеваться. Шапку ты молодец, что надела. А вот штанище ты тебе вывернул, сыночек. Шапка это самое первое, где я украла. Так, ну здесь я не буду полностью показывать все видео, как одевается целиком. Там дальше тоже есть кадры. Где-то мама помогает, где-то сам одевается. Но процесс идет. Да, 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 да. Угу. Я хочу немножко не так. Ничего. Ничего, ничего. Угу. Помочь, давай. Мама спешит на помощь. Угу. Процесс идет. И еще я бы хотела дать вам послушать аудиофайл. Я его просто включу. Это то, что нам мама прислала. Я сейчас просто включу его. Здравствуйте, Наталья. Хочу поделиться с вами нашими успехами. Они небольшие, но важные. Писать не могу. Руками сбивает замыслив. В общем, у нас у Саши... Саша вчера с помощью папы Ну, не важно. Но все-таки покакал в унитаз. То есть потихоньку к нему приходит это дело, что унитаз это все-таки получше будет, чем вот на пол на линолеум. Вот. Потом, значит, я вчера купалась в ванной и прямо мысленно просила, чтобы Саша заглянул. В ванной была полная воды. Так как у него боязнь воды. Вот он забежал. У него такой шок в глазах, что я, оказывается, тоже моюсь. Вот в ванной вода. В воды полно. Я счастливо, довольна. Он забегал несколько раз. И я думаю, ну, хоть бы это вот где-то у него щелкнуло, что вода это ничего страшного. Вообще вода его завораживает. Мы ходили вчера к бабушке. Она у нас работает в бассейне вахтером. Вот. Мы сидели там. Сезон закончился. Но вода еще не слита. И вот он меня толкал, чтобы я плавала. А сам хотел смотреть. Вода его завораживает. И я прислала вам видео. У него и раньше были попытки, когда ему хочется, он одевался. Криво ж по-всякому. Но он одевался, у него были попытки. Но как-то что-то вот его как бы тормозило. И у него не было именно вот как правильно. Но все равно. Вот. Он, я правда его в домашней одежде сняла видео. Там колготки драные, у него никаких не было. Вот. Сняла, но все равно. Вот. Он стал одеваться, когда ему надо. Потом по поводу еды. Когда он зашел к бабушке на днях. И я за ним следом зашла. А мы живем в одном дворе с моей мамой. Он зашел, разделся, поиграл. В следующий раз я зашла, он у него на кухню. Он разложил на столе у бабушки еду. Он поел. То есть он стал проявлять самостоятельность. И вот таких мелочей очень много. Что-то я записывал, что-то я вижу. Вот. И пришлю я вам видео. Конечно, качество у него я постараюсь в следующий раз получше. То есть когда вещи хорошие, мы куда-то идем гулять или куда-то на занятия. То он очень доволен. Он тоже стал сам одеваться. Вот. Но я сняла сейчас. То есть там для двора вот это все. Посмотрите, да. Если у вас будет время. Всего хорошего. Спасибо. Ну вот смотрите, такие видео радуют, впечатляют, такие результаты. Для кого-то, кто не знает, что такое аутизм, что такое дети, у которых идут отставания, включая умственное развитие, для кто не понимает, что происходит в это время в семье, для них это кажется мелочь какая-то. На самом деле для нас это не мелочь. Для меня это сигнал того, что наша работа, которую мы выполняли, мы ее уже несколько раз выполняли. И вот это первый раз, когда вот тот матричный уровень так быстро сказался, изменения на том матричном уровне, так быстро сказались на изменениях на физиологии на этом уровне. То есть очень быстро, когда включается душа в игру, когда она начинает осознавать, что у нее есть это тело, оно управляется. И она осваивается в этом теле для того, чтобы нормально в этой жизни взаимодействовать с окружающими. Вот эти процессы, они как-то, они обычно занимают очень много времени. И тут процессы пошли очень быстро, душа ярко и быстро начала осваиваться. И в данном случае у ребенка тоже появится возможность и жить счастливой жизнью и так далее. То есть мы переформировали высшее я, мы удалили оттуда вот эту генетику того уровня злость, которая формировала основу его восприятия этого мира. Провели там ряд манипуляций сумасшедших. Ни один человек здоровый не объяснит, что мы делали. Но мы делали все то же самое, что делается в компьютере. Если есть спам, мусор, он убирается, кэш чистится, что-то ставится, какая-то программа сносится, находится вирус, удаляется. Вот по этому же принципу. И если где-то не знаешь, как кодировать, то берешь кусок кода, вставляешь сюда и все начинает работать. И дальше душа в этом теле, в новом осваивается, ездит. У нее есть теперь новый сценарий, где у нее есть предложение сыграть в эту игру вот так, чтобы быть счастливой, реализоваться, чтобы иметь детей, чтобы быть здоровой. На то, насколько позволит физиологическое тело дальше. Я думаю, что оно все-таки позволит, потому что в данном случае именно речь шла о нейронах, а они все-таки восстанавливаются, когда информация есть о нейронных связях. Поэтому я надеюсь на счастливый исход. Но во всем этом я вижу хорошие результаты, я вижу те приемы работы, которые расширяют наши возможности. Что, например, копирование параллелей уже возможно. Кто-то говорит, что мы сумасшедшие, это в принципе дурь. А кто-то говорит, что это можно обратить на пользу здоровья, и в том числе психическому. У каждого свой выбор. Мы будем дальше вас информировать о том, какие изменения происходят в жизни Саши и Жанар. Пускай они будут счастливы. Спасибо. Спасибо.